Привет, кулинары! Мы с Там-Тамом, хранителем кистей, поможем вам написать чудесный зимний пейзаж, где у вас обязательно все получится. И первый секрет, который мы сегодня раскроем, это секрет на состояние. Любой пейзаж, он у нас разный по цвету. И это самое главное, где нужно разобрать все цветовые пятна на холсте. То есть подготовить это состояние, чтобы мы с вами видели эту прекрасную атмосферу. Итак, у нас есть середины холста. Мысленно делаю я крестовину. И поднимаюсь относительно середины холста на 2-3 мм выше и рисую легкую горизонтальную линию. Ищу центр и, получается, выхожу в силуэт наших домов. Что такое домики? Домики это простые геометричные фигуры, это прямоугольники, треугольники, квадраты и параллели. Что мы должны с вами сделать? Мы должны найти центр, приподняться на 2-3 см выше, в правую сторону нарисовать ширину домика в виде двух указательных пальцев и сверху треугольник. Ну, просто, очень просто. В левую сторону три ширины указательного пальца. И дальше берем все и соединяем. Только, смотрите, самое важное, чтобы соединилось все по параллелям. Особенно частая ошибка у нас играет в наших треугольниках. Параллельно мы задаем здесь линию, линию крыши. И соединяем уже с нашей основной крышей. Хорошо. Позади у нас здесь присутствует еще один дом. Он у нас ниже. И, на самом деле, здесь видна только часть домика. Следующий шаг. Мы выше рисуем еще один домик. И, конечно же, он у нас прячется за елочкой. Но давайте, чтобы мы с вами не путались, возьмем и сразу перекроем наши дома елкой. Елка это простейшая геометричная фигура в виде треугольника. Все лишнее можно убрать, потому что это нам здесь не понадобится. Все это стираем, убираем. Вот так. С левой стороны у нас здесь еще присутствует один домик. И этот домик, он чуть-чуть перекрывает наш главный дом. Значит, что мы сделаем? Мы перекроем наш дом крышицей. И продолжим нашу линию. То есть, линия чуть-чуть уменьшается. И здесь мы задаем с вами небольшую диагональ. Диагональ. А вот крышу, 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 выступом крыши мы как раз-таки и перекроем наш домик. То есть, это у нас такой же простейший треугольник. И вот она в форму у нас ушла. Раз, два, три. Лишнее берем и убираем. Делаем с вами намек на забор. Забор этот у нас впоследствии замажется, закрасится. С правой стороны у нас тоже по диагонали растет еще один заборчик. Раз, два, раз, два, раз, два, три. И дальше мы с вами рисуем тропинку. Опускаем такие полукруглые линии вниз. Для себя наметили. С левой стороны мы цепляем здесь дерево. Дерево у нас идет наверх. И, скажем, перекрывает часть крыши. И оно такое здоровое, здоровое, здоровое. Но кверху у нас дерево сужается. И мы набросочными линиями не в одной линии, а набором коротких линий берем и соединяем. Соединяем. Дальше немного работаем по силуэту. Задали еще одну веточку. Следом в левую часть. Нет, левая это здесь, правая это здесь. В правую часть задали другую веточку. Они у нас такие толстенькие, большие. Ведем линию вверх. Так. Так. Ну и в принципе пока достаточно. Лишнее также можно будет убрать. Силуэт елочки мы можем немного подыграть. То есть я ее делю на несколько кривых сегментов. Я пускаю линии вниз. Некоторые веточки, они у нас, скажем, наполнены снегом. Заснеженные такие большие-большие-большие веточки. И все это легко подрабатывается кривым силуэтом. Но не нарушается основной треугольник. Треугольник. Чуть-чуть убираю лишние элементы, которые не понадобятся. Чтобы они не загрязняли рисунок. И деревья на дальнем плане. У нас еще тут присутствуют. Значит домик можно разделить на две части. С одной стороны он белый. С другой стороны он коричневый. Так, куст на переднем плане. Но мы его схематично наметим. В правом нижнем углу. Так. По центру мы рисуем оконца. Оконца должны быть небольшие. Значит одно окно на чердаке. Здесь у нас не будет окна на втором этаже. А вот здесь вот допустим будут не два прямоугольника. Главное чтобы они были у нас на одном уровне. Так, ага, я вот здесь вот чуть-чуть упал. Значит я здесь чуть-чуть и добавлю. Хотя можно и здесь еще добавить. Ничего страшного не произойдет. Все-таки творчеству нет предела. И можно все добавить. То, что хочется, свело берем и добавляем. Раз-два, раз-два. Кулинар мой, а мы с Там-Тамом, хранителем кистей, плодотворно работаем в клубе рисования и создаем новые красивые сюжеты. Поэтому вступайте в клуб. Ссылка в описании. Да, Там-Там. Да, Там-Там. Вопросы готов. И мы уже смело можем переходить к подмалевке. А в подмалевке мы должны с вами решить состояние нашего пейзажа. То есть намеренно замешиваем какие-то оттенки и быстро их наносим на нашу плоскость. И дальше уже правим. А правим мы, конечно же, в детализации. Это третий этап написания картины. Детализация. Итак, что я вижу? Я вижу бело-желтое небо. Значит, соответственно, проговариваю про себя. Желтое небо, добавляю белого и желтенького белый с желтым. Размешиваю и густым, хорошим слоем я начинаю идти мазками по всей плоскости. Прям не боимся. Только-только иногда задаем цвет где-то желтее. И где-то вводим цвет в лимонную сторону. То есть желтый цвет у нас разноватый. Разноватый. Разный, разный должен быть. Разноватый. Белого добавляем. И начинаем смело рисовать. Вверх, вниз, влево, вправо. Активные, смелые движения. И не боимся добавлять белого прямо на ходу. Можно даже сразу добавлять на плоскость неба. Так вот, елочку, елочку, елочку. Я обычно все беру и замазываю. Ну да, можно замазать. Мы ее пририсуем поверх, как и дерево. Дерево, видите, я еще сквозь набросок вижу. Белый, желтый. И, кстати, можно даже добавить охру. Охра тоже работает из желтого оттенка. Квадром. Так. И набираем цвет. Раз, два, раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Так, хорошо. Еще такой момент, что у нас такой бело-желтый цвет присутствует приблизительно около домиков. Идет какой-то свет падающий. И мы с вами большими массами сразу закрываем. У нас есть пятно под стволом. Есть пятнышки в правой стороне. И смело набираем большими массами. Если что, мы возьмем их потом уменьшим. Так. Кстати, тут еще где-то был снеговик. Делаем цвет еще белее. И рисуем кусочек светлого дома. Вот. Ну, он просто попал по цвету сразу. И его можно закрыть. Обязательно моем кисточку. Чистим ее. По большей части у нас идет фиолетовый оттенок в виде снега. Белый. И мы смешиваем с вами сиреневый оттенок. У меня есть готовая фиолетовая красочка. Но белого у меня больше, а фиолетового цвета меньше. Так, чтобы контраст был не сильно насыщенный. Без воды, без ничего, я начинаю бронировать участки снега. Раз, два, раз, два. Могу даже чуть-чуть добавить водички. Кстати, ствол, чтобы нам не мешал, мы можем сразу его закрыть. Вот, чтобы он не отвлекал. Дерево мы нарисуем попозже. Так, в левой стороне, левый нижний угол тоже перекрываем. И даже можем добавить еще каплю-каплю краплака красного оттенка. Раз, два, раз, два, раз, два, три. И как раз мы с вами чуть-чуть уменьшаем светлые пятна. Так, там где у нас тропинка, мы что сделаем? Мы с вами немного высветлим фиолетовый. И давайте добавим капельку-капельку ультрамарина. Вот все на маленьких-маленьких каплях работает. Чуть-чуть поменяли оттенок, и он уже рабочий и готовый цвет. И этим оттенком мы двигаемся дальше. Добавляем. Можно добавить воды. Что насчет куста? Куст у нас здесь был, мы про него. Как бы не забываем, но замазываем. Чтобы он нам не мешал. Нам самое главное на этапе подмалевка собрать нашу атмосферу, атмосферу зимы. И все лишние детали, особенно темные, их можно смело закрывать. Потому что они темные, и мы их всегда сможем вернуть обратно. Главное не забыть, что все эти элементы у нас были. работаем в разные стороны, разными мазками, закрываем. Главное закрыть. Белого добавляем. То есть делаем цвет еще светлее, белый с каплей оттенка фиолетового. И смотрите, я все завожу на одном месте. То есть цвет вывожу из одной гуще, из одной массы, из одного пятна на палитре. Только регулирую степень светлоты. Добавляю снежок с легким оттенком фиолетового. Также добавляю его и на крышу. Ну и остатки, если снега есть, то можно смело вплавить в снег на переднем плане. Как еще добавочный оттенок и цвет. Раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Так, теперь хочу я взять кисточку помельче. И я смотрю на домики. Домики у меня такого коричневого оттенка, но не супер пока темные. В моем случае это сиена жженная. Сиена жженная с каплей водички. Напомню, что я работаю гулашью. Мне в последнее время она почему-то очень-очень понравилась. А раньше я ее не очень сильно-то и любил. Так. Раз, два, раз, два. Дальше делают цвет немного грязнее. Как загрязнить цвет? Очень просто. Мы возьмем синего и добавим в нашу уброженную. И цвет стал грязненький. И прохожу домики на дальнем плане. Только так, чтобы они еще были разные по цвету. Раз, два, раз, два, раз, два, три. В левую сторону добавлю еще каплю синего. Загрязнил. И прохожу маленький участок дома. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зараза. Ну, рука дернулась и чуть-чуть затронул домик. Так, иногда я могу тоже закопаться. Но могу добавить сразу темную детальку. Темным цветом, с водичкой. Не в полную силу, а с водичкой. Я чуть-чуть задаю падающую тень от крыши домов. Так. И темный цвет у меня. Ну, как темный? Он не совсем темный цвет. Скажем, больше такой разбелено-серовато-коричневый. В общий замес добавляю белого. И если не хватает теплоты, мы можем добавить каплю умбры. Нет, сиены. Вечно я их путаю. С водичкой. И пробежали по домику. Мы с вами помним. Про дерево. И обязательно его добавим. Так. Ну, что-то уже такое средненькое получается. Что нужно сделать? Во-первых, я смотрю на домик. И мне нужно, скажем, разделить плоскости. Что-то сделать темнее. Чтобы появилась грань. И я сделаю потемнее границу первой части. Вот. И тогда у меня визуально появляется здесь ребро. А дальше я могу обратно, скажем, растянуть оттенок в... Вот в этот цвет предыдущий. Так. Вот почти у нас такое уже общее состояние готовится. Но не совсем. Нам нужно взять маленькую кисточку. Взять синенький. Смешать с коричневым. И зелень. Точнее, елка. Она у нас не совсем зеленая. И мы должны с вами наметить, скажем, темные пятнышки. Где потом мы с вами закроем или наполним нашу елочку снегом. Главное задать какой-то контраст. Контрасты это тоже немаловажная часть при написании. Если нет контрастных цветов и нет контраста, то мы не понимаем, что нам нужно сделать. Когда появляются какие-то ошибки, мы начинаем психовать и не доделываем работу. Задайте контрасты. А потом можно будет спокойно, спокойно ковыряться уже в деталях, подправлять, убирать лишние контрасты. Если что-то вдруг мы сделали не так. Раз, два, раз, два, три. И, кстати, по поводу снега. Снег у нас тоже какой? Фиолетоватый. Белый. Капля фиолетового цвета. Так, и как раз таки прохожу по светлым плоскостям снега. Маленькой кисточкой, так, аккуратненько. Мазисто, мазисто. Набираю. Набираю контраст. Точнее, не контраст, а закрываю белые пятна. Дальше. Набираю. Точнее. Набираю. Набираю. 1 2 1 2 3 и вот всего лишь два цвета это темный и цвет снега белый с фиолетовым фиолетовый назову и уже мы получили с вами объемную ничего сложного вообще нет так белые пятна мы с вами закрыли мы знаем что дерево у нас будет темнее потому что она на переднем плане но сейчас нам нужно поработать с вами с небом с небом это мы возьмем белый белый цвет добавим давайте добавим каплю фиолетового он у меня на палитре есть я просто его замешаю между собой и добавлю микро 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 красненького оттенка так нет не подойдет нужно подгрязнить какой-то цвет вот попробуем давайте умбрычки добавить вот умбры добавил стало получше размешиваю почти попал в цвет палитры своей и мы с вами подрисовываем силуэт деревьев которые находятся за домами я рисую большой кистью и она у меня такая весьма хитрая такая скошенная но на самом деле можно это сделать любой кистью и мы ведем обводим с вами крышу чтобы ее не замазать раз обвели и дальше уже выводим кривыми силуэтами легкими даже силуэтами или смелыми движениями вверх то есть показывая гущу кроны на дальнем плане так вот здесь вот у меня резкая граница от нее нужно избавиться поэтому я заведу белый добавлю желтого и цвет у меня не совсем попадает в цвет неба и аккуратненько легкими движениями я вывожу и как бы смягчаю резкость резкую границу деревьев на дальнем плане при этом остаются какие-то предыдущие или просвечивающие желтые пятна раз два раз два три вот несколько веточек присутствует в далеке и мы с вами маленькой кистью поднимаем стволы деревьев вот делаем легкий легкий намек даже добавляя немного коричневого цвета в моем случае это умбра обязательно делаем их тонкими но идеально не прорисовывать потому что они у нас находятся на дальнем плане обычно что делать художники они рисуют вот веточки а а потом берут какую-нибудь большую кисточку и и так одним движением смягчают сами ветки вот так ладно мы двигаемся с вами дальше начинаем подрабатывать детали на переднем плане пойду я с контрастов из контрастов возьму опять же умбру умбра 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 даже добавлю чуть у красненького холодного и тень крыш тень крыш на переднем плане протерки есть иду дальше умбру умбра с фиолетовым что-то такое темненькое получилось прохожу элементы декора элементы окон внутри маленькие вертикальные палочки там свет скажем не горит прохожу подоконники или под подоконником такая тень у меня тут окна есть хотя можно наметить общий ряд так вот здесь вот хорошо будет видно разного сверху тоже задаю тень и это просто набор черточек ничего сложного тут нету хорошо а кстати я бы еще задал бы вертикальную палочку с левой стороны вот так помыл кисточку вот кисточку я постоянно мою и заведу бело-желтый цвет источник света раз мазок два мазнул да где-то добавил краплака и если у вас есть оранжевый цвет то смело используйте его он 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 просто великолепный он сразу задает нам красоту стараемся использовать разные оттенки так вот в темноте раз два три четыре раз два три четыре подчеркнул или подправил основание подровнял немного дальше взял снежочек приглушил снежочка так и тут кажется много снега раз и два также я хочу сделать скажем цвет на капельку желтее и добавить вот в крышу у нас был общий фиолетовый цвет но мы теперь возьмем и подправим белый с охры с каплей охры причем предыдущий цвет можно оставить не перекрывая полностью и смотрите мы добавляем маленькую тоненькую полоску снега по правой стороне треугольника раз и два это источник света можно сделать прям пожелтее но местами главное не переставаться и так и такой же техникой я хочу подработать крышу дома пока еще дерево не подрисовал так 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 вот так контрастики пошли отлично теперь этот же белый желтый я могу добавить легкими пятнами по елочке такого подсветить ее немного так источник света у нас вот преимущественно с левой стороны поэтому я завожу цвет погуще и рыхлыми движениями кисти подсвечиваю нужные мне элементы 1 2 и 1 2 теперь можно подработать немного снежочек сделать его скажем поглубже опять же белый можно добавить каплю красненького уже в виде кармина подразовить скажем вот около дома спрятать его основание чтобы не выделять вот эту лишнюю ровность так какой-то грязненький оттенок я забил здесь и сейчас я его уберу вот белого у меня просто не хватает поэтому придется еще добавить беленький цвет отлично двигаюсь дальше беру смешиваю белый опять же с фиолетовым делаю цвет немного плотнее темнее проверяю чтобы он был темнее и мы сейчас работаем с вами по деталям и скажем такой тенью от дерева здесь здесь у нас как какой-то намек на тень присутствует и кстати мазочки в виде следов только ладно мы их сначала таким вот темным цветом наметим и чем дальше тем они уменьшаются и уменьшаются и чуть ли не уходят в полосочку на переднем плане это набор набор пятен темных пятен так но мы не завершаем мы еще двигаемся дальше и чуть-чуть я высветляю оттенок и вывожу этот темный цвет по тропинке снега или по тропинке дороги или по дороге в правую сторону вот сюда завел дальше в этот оттенок хотя нет подождите еще нужно этим цветом схематично пока подработать основание дерева хорошо белый добавляю белый каплю красного чуть-чуть начинает краснеть и этим оттенком я задам падающую тень от от забора скажем и подправлю все ненужные элементы которые у меня тут есть красненький он добавляет не сказочности такой да сказочность так с правой стороны мы тоже должны добавить но мазочками смотрите я работаю уже по тропинке чуть-чуть приглушаю темный цвет который я вновь добавил побелее цвет делаю и смягчаю границы так чуть-чуть мягчил да пришлось немного пока избавиться от желтенького оттенка хотя он тут так хорошо смотрится но мы его еще добавим мы сначала он у меня уже сам начал добавляться по ходу действия что я еще делаю я чуть-чуть смягчаю основание дома чтобы не прорисовывать лишние детали ну не нужно не нужно мучиться так смягчаю смягчаю добавляем мазочки смотрите по диагонали по линиям которые у нас здесь были в наброске старайтесь всегда скажем подсматривать на свой набросок или вспоминать его потому что здесь мы с вами задаем все основные моменты для движений нашей кисти в будущем вот не забывайте не забывайте про эти линии они не просто так у нас нарисованы да мы их замазали но иногда кстати пальцем можно но они полезные полезные так 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 так 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 еще хочу чуть чуть плотнее завести фиолетовый цвет около елочки здесь вот справа подработать тень углубить и тут у нас был кажется снеговичок снеговичок что это такое мы смотрите тоже давайте его пока сделаем весьма темным и это три шарика вот в правой стороне 1 2 и и 3 падающую тень там объединили все хорошо другой кистью добавили рефлекса немного 1 2 посветлее оттенком забыл сказать 3 а с левой стороны света нам нужно добавить и свет он у нас бело-желтый поплотнее 1 2 ну и в принципе голову голова у нас практически вся светлая на фоне елочки можно даже еще ее светлее сделать как акцент 3 так вот теперь можно белый капли желтого и даже микрокаплю красненького холодного цвета и подработать все световые рефлексы и чтобы все эти рефлексы были мягкие чуть-чуть желтинка пробивалась сквозь этот красненький чуть-чуть света совсем малюточку даже на пузико давайте сюда добавим так вот чуть-чуточку здесь чуточку здесь легких движений по нашей дороге чуть-чуть красного такого нежно-нежно розового оттенка так хорошо теперь мы двигаемся дальше с вами и тоже коричневым цветом коричневый он у нас тут с у у у вот сначала коричневым начнем значит рисуем заборчик 1 2 3 заборчик продолжается за снеговиком соединяем линии так сразу с левой стороны мы подрабатываем заборчик тоже 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 6 5 7 7 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 16 17 17 17 18 18 19 21 22 23 22 12 21 20 22 23 23 23 22 24 24 23 24 22 полосочек снеговичок и тень от него 1 2 3 начинает пропадать значит здесь я делаю посветлее объемчиком 1 2 1 2 так хорошо теперь давайте чуть-чуть скажем подработаем возможно ну или украсим елочку красненькие огонечки это точки раз два три раз два три раз два три раз два три потом бело-желтые белый с лимон гирлянда такая раз смотрите чуть-чуть поджигаем и можно еще бело-желтым цветом пройтись по левой стороне и добавить свечение как эффект самое главное следите за тем чтобы у вас все не смешалось в одну общую кашу так что мы сделаем пора наверное захватить темное дерево беру умру даже могу добавить чуть синего чтобы цвет был темнее но не в черную сторону то есть не ультра черный цвет по тону так на 1 2 3 ну вот мы сделали потемнее добавили чуть-чуть еще феном фиолетового оттенка и начали маленькой кисточкой как бы подрабатывать фактурку коры неровными короткими штрихами даже можно добавить чуть-чуть как-то называется кармин кармин коричневый до дашь сиену подчеркиваем не ровными черточками линиями чтобы все эти элементы начали как бы объединяться между собой 1 2 3 введу линию вверх от немного насыщаем веточками допустим еще могу добавить вот здесь 1 2 3 1 2 3 хорошо теперь мы смешиваем с вами фиолетовый и добавляем снега на веточки дерево основном у нас так уже в тени и и и и и чуть-чуть добавил холодка с водичкой смешал фиолетовое чуть-чуть коричневого и пробежался по опять же по дереву чуть-чуть смягчил смягчил касание и хочу еще разочек смягчить и разберите оттенок как бы насытить полусухой кистью веточки такую массу веточек сухой кистью пошоргать что ли по ерзать есть это чтобы не перекрыть полностью цвет неба чуть-чуть приглушить еще обычно эти все веточки они немного красноватого оттенка еще можно добавить и краплака сухой кистью вот прям сухой кистью и тогда у вас получится такая фактурка так хорошо смотрите темным цветом темным цветом опять я завожу синий с красным могу добавить умбры и задать скажем ну вот растение какое-то у вас на ванне мазочки в разные стороны добавляю темного цвета и смотрите как раз таки выхожу за силуэт дерева тогда дерево как будто бы становится пышным скорее всего какая-нибудь гирлянда и этой гирляндой украсили столбей и про в разные стороны мазки на переднем плане темного цвета вот смотрите вот смело резко не скажем перекрываем полностью снег чтобы какие-то светлые пятна между листьями оставались так контраста вот добавили уже тут начинает появляться и конечно мы не забываем с вами про фиолетовый цвет снега кстати фиолетовый можно получить путем смешивания ультрамарина и красного холодного красный теплый цвет он не подойдет будет грязь вот именно какой-то красный холодный это может быть малиновый оттенок это может быть краплак это может быть кармин добавляю снежочку все по такому же принципу как мы работали с вами с елочкой главное не жалейте краску смешивайте поярче по насыщеннее почище смягчаете где-то чуть-чуть резкость резкость вот и дерево у нас уже на переднем плане так на переднем плане мы можем сделать зеленый это ультрамарин плюс охра или плюс желтая получим зеленый и немного зеленых веточек или зеленого цвета добавить на переднем плане 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 так чуть-чуть можно снежочку добавить какие-то веточки на переднем плане можно заснежить заснежить и это это так и так и так так ну уж прям я совсем заснежил так ладно и тут самые 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 малюсенькие детальки это маленькие маленькие человечки ну начну наверное с девушки и нарисую красненький такой треугольник только самое главное рисуем небольшой не не огромный невысокий так вот у нас линия горизонта и вот чуть ли не выше линии горизонта должна быть голова то есть тело у меня получается до линии горизонта так ручки в правую сторону кто-то может быть вдалеке это это уже маленькие такие намеки синенькие штанишки допустим сделаю раз-два но шапочка но она может быть тоже красненькой такие маленькие маленькие точки тире детали совсем малюсенькие синенькие с белым капли белого тут наверно у меня парниша раз-два тоже мы сделаем шапочку какую шапочку сделаем давайте тоже тем с бомбоном так ну и штанишки тоже будут тем темноваты так микро 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 следы подчеркнем что вот они у нас идут на дальнем плане можем поиграться с любыми оттенками цвета и добавить все легкие вертикали вертикальные движения которые будут подчеркивать скажем ну такую живость живость видит человечка главное принцип это палка палка огуречек вот и вышел человечек вот и тут можно прям наделать его вот этого сада так посмотреть в общем еще у меня беленький остался немного белый просил добавить в деревья веточки смягчая некоторые ветки чтобы не было сильного акцента так и что еще хотел хотел немного смягчить следы белый с водичкой и чуть-чуть убираю контраст следов смягчая чтобы не плавник плавник папа появлялись так 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 чуть-чуть красненького холодного можно добавить и в само здание подхолоднить чуть-чуть подразовить я бы даже так сказал короткими черточками штрихами полностью перекрывать цвет не нужно немного такой одинокий белый у нас цвет может быть ему добавить падающие тени а может быть и чуть-чуть приглушить чуть-чуть приглушил да так так лучше я там там прошу вас присылать свои работы к нам в телеграм-канал чтобы мы все с вами разобрали поняли ошибки и пообщались а с вами рисовал александр елтышев всем вам творческих успехов и пока пока